друзья всем привет крутится версия сашар голубой мы начинаем наш влог подписывайтесь на все мои каналы ссылки внизу под описанием ну а теперь в этом выпуске у нас будет приготовление вкусной каши и моя прогулка всем приятного просмотра достали мультиварочку это нужно вытащить нужно будет только тара это идет в комплекте но мы всегда это вытаскиваем купила пятерки бананы вот эти вытащила здесь оставлю их что-то я хранила в холодильнике но они прям дубовые какие-то деревянные поэтому пусть доходят сегодня если будут мягкими такими уже доедим их и так сегодня мы будем готовить что сладкую кашу с рисом с получается рисовая каша с изюмом и черносливом да отлично да и сейчас вот это все дело приготовлю потом пойду гулять рис всегда нужно промывать 7 раз и на восьмой наливать водичку оставляем на 20 минут его замачиваться и потом вернемся помыли изюм помыли чернослив чернослив сейчас будем еще заливать кипятком чтобы он был помягче правильно ну что ж заливаем мы кипяточком наш чернослив так его погружаем водичку этого хватит чтобы он стал помягче на 5 минут на 3 5 так я думаю что ему этого хватит еще вот уже обратите внимание как он окрашивает воду компот когда делаешь тоже он окрашивает прилично помните кто может быть не знал то что ладно оставляем в покое у нас время обеда я не снимала но мы сделали еще винегрет сейчас будем кушать такой вкусненький легкий салатик 250 до 2 кружки риса 4 воды воду добавляем знаете почему аккуратно сильно не вырежу воду знаете почему теплой наливаем потому что чтобы не было конденсата в самой мультиварке поэтому тепленькое холодное не стоит потому что чаша вот такой конденсат даст как в тазике и это не есть хорошо засыпали рис сюда же соответственно и высыпаем наш изюм по сути так вот мы порезали мелко чернослив и вот уже добавляем линьки уже разварился ответь вставлять дальше 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 чуть-чуть соли соли буквально немножечко внутри даже уже вода уже сейчас окрашивается что он будет такого потом сахара две ложки до 33 положим чтобы она сладенькая было если будет мало сахара потом досыпем когда мы будем кушать сейчас я помешаю чтобы было в общем я это конечно не ем такое ну то не решили себе приготовить будешь те кто не смеется и опас что еще будешь добавлять ваниль там еще нет нет отлично маслица можно добавить не надо вдруг ты будешь не жирная не кушаешь я такое точно не буду в общем перемешала я хорошо рис составляем водичка у нас теплая теперь по сути мы запускаем такой же режим как и обычно нажимаем а меню выбираем режим крупы он автоматически устанавливает 40 минут нажимаю старт и все он температуру сам определяет для риса для каш короче вот ну все оставляем мы вернемся с вами через 40 минут а пока мы в ожидании предлагаю вам посмотреть как же прекрасно крутится наша планета земля вокруг своей оси о как раз видели при мне все это дело закончилось она подогревает на 66 градусов но не нужно и нажимаю отмена аккуратненько открываем о водичка потекла сразу надо вытирать это всегда такой момент она здесь собирается потом при открытии начинает выливаться конечно тоже очень хорошо видишь она цвет такой как бы коричневый взяла все равно от этого как он называется ну пробуй что она да она вот красит попробуем на готовом ну что вкусно очень очень вкусно прям великолепно отлично ну и туда пошла гулять давай счастливо смотрите какой запах идет от белой сирени а здесь сиреневая такая запах вообще на весь район с этой стороны тоже покажу в общем полисадники тут везде все зацвело вишня в общем красота на улице сиреневая тоже кроссовки местная достопримечательность можно так сказать у нас тут сейчас получается 15 градусов пахнет уже летом еще немножко и она наступит мне нравится здесь так знаете заборчик красиво сделали скульптура одуванчики уже тоже распустились и некоторые смотрите распустились так и некоторые уже перешли даже в эту фазу в общем для тех кто не знает из них можно делать варенье мама хочет но все никак не получается пока что я купила кстати себе вот обувь сейчас хожу ее разнашиваю посмотрим как будет кстати вот этот еще не июль или это одуванчики вот эти летят похоже на пух и ушко тоже еще здоровенькая здесь такая прям уже палатки с мороженым тоже открылись у нас вон там вот расположено уже завезли мороженое вовсю торгуют вдоль дороги уже одуванчики все эти превратились в пух в принципе так что можно сказать ну вроде бы удобно там конечно посмотрим еще и сумочка новая тоже под стиль вот этот вот в общем пойдет сегодня еще знаете такое солнце что очки стопроцентно нужны сейчас немножко солнце ушло вдаль так нужно сказать что жизнь идет кипит что-то наверное я хотя вот я тоже люди ветровки ходят но при этом когда типа чрезвычайно много солнца но жарковато что-то там происходит какой-то процесс строительства я так перехожу дорогу нет никого не с той стороны не с этой хорошо ну так сказать вот палатка уже работает и квас будет работать тоже идем на прогулку внешне везде просто на каждом шагу очень красиво такой русский стиль березки сосны такой влог желто зеленый можно так сказать после зимы конечно все ждем заждались сейчас глаз радуется вот такие одуванчики нужно собирать на варенье полностью раскрытые подальше от дороги ну где-нибудь на лугу и сильно не стряхивайте пыльцу в этом весь смак здесь видите сколько много но это находится в жилой зоне поэтому тут вдоль дороги как бы не очень хорошо птички так поют здесь местный садик вот оставили все свои транспортные средства вот они тут поют на деревьях везде о не знаю слышно было или нет а здесь так вообще полно дуванчиков просто где именно частный сектор вообще лепота и красота внезапно появился ребенок и мы гуляем вместе да у погодка конечно шикарные сегодня много смотри какие желтенькие красивые да нравится цветочки а че не нравится нравится поехали обратно ой как здорово без названия не знаю как называется но красиво выглядит белые такие цветочки на поляночке тут пор птички поют сходила в магазин купила продуктов пирог был по акции там ряженка в общем овощи и все такое и уже вечереет солнышко уже ушло как-то похолодало так достаточно и даже был мелкий дождик мне пришлось переждать как раз таки в магазине вот но сейчас уже иду домой поэтому буду с вами прощаться до новых встреч всем пока пока не знаю не знаю Продолжение следует...